Ровно год мы не путешествовали. Нет, мы путешествовали, мы просто ровно год не летали. Да, аэропорт выглядит пустой. Питтсбург – это интернациональный аэропорт, он довольно-таки большой, и в год через него летает 10 миллионов человек. А вот во время ковида за прошлый год он обслужил только 3 миллиона. Наш шейс вон там на табло до Форт Майерс. Лететь всего 2 часа и 15 минут, и мы во Флориде. Все, кто летит в сторону юга, одеты в футболки и по-легкому. А те, кто в холодном направлении, вон идут, сразу видно, в пуховиках чемодан, который у меня в руках. Это тот, что пустой, который надо будет заполнить чем-то, желательно растениями и желательно орхидейной группой. Сейчас в нем просто небольшие подарочки для друзей, с которыми я планирую встретиться. Опустошить его и заполнить орхами. Там с Майклом вдвоем вот всегда весело, вот честно. Куда бы мы ни летали, мы всегда классно проводим время. Сейчас он мне говорит, вот встань, сделай рентген. Я говорю, окей, легко. Мне кажется, все-таки это как-то для детей, вот когда этот скейт повторяет твои движения. В аэропорту восковая фигура Джорджа Вашингтона, первого президента Америки. Он такой в солдатской форме, чтобы ближе к народу быть. И еще восковая фигура Фрэнка Харрисона. Это игрок Стиллерс. Питтсбург известен футболом. А самая фишка аэропорта Питтсбурга. Здесь стоит скелет, натуральный скелет в натуральную длину, из натуральных костей. Динозавр, а точнее сказать, тиранозавр. И зовут его Рекс. 65 миллионов лет назад он бегал по травке, веселился. А вот теперь все бросают туда денежку ему в аэропорт. Ну, чтобы вернуться, знаете, как бросают копеечки, там, рублей в фонтан. А здесь для Рекса, чтобы снова вернуться в Питтсбург и его увидеть. Но я ничего не бросила, я-то знаю, что я вернусь. В любом случае, я брошу какой-нибудь доллар где-нибудь в фонтан во Флориде. А вообще-то кости Рекса нашли где-то в штате Монтана. В длину он занимает 10 метров, а в высоту 5. Стоит он между эскалаторами. Один идет вверх, другой вниз. Ну, вообще супер. Майкл там сидит, дожидается посадки. А я думаю, ну, надо перекусить. Сейчас куплю нам что-нибудь поесть, потому что на самолетах сейчас не кормят. You're not hungry. 8 долларов и 75 центов. 12 кусочков курицы и сладкий чай. Ага, говорил, не голодный, а сам половину съел. Но в самолете народу много. Я вам скажу, он не на 100% заполнен, но на 2 трети точно. Народ все прибывал и прибывал, а тут Майкл начал доставать сладости из его сумки. Он еще и с собой взял. Ну, вообще, обычно это я пакую там какие-то фрукты, что-то еще там на перекус. В этот раз я ничего не паковала. Так смотрю, Майкл подготовился. Какие пирожные вкусные. Прям так, кстати, пришлись. Но когда летишь экономным классом здесь, в Америке, тебе даже кофе не принесут. Но купить можно. Конечно, подлетаем к Форт Майерс. Красота. Уже часов 7 вечера. И у нас в Пенсильвании, в принципе, разницы во времени нет. Форт Майерс выглядит таким вот большим. Но на самом деле там даже из 100 тысяч населения нет. Просто это одноэтажная Америка. И она вот так вот разбросана. И находится во Флориде на стороне западной его части. То есть омывается Атлантическим океаном, но мексиканским его заливом. Теплой стороной. Ура! Приземлились. Мы в Форт Майерс. Смотрю, фишка в аэропорту. Это вот такая маленькая яхта. И пальмы. Ну, если вы видите пальмы в зимнее время года, значит, вы находитесь в правильном месте. Мы собронировали машину заранее. Вот сейчас пришли, возьмем на нее бумаги. И это очень удобно здесь, прямо в аэропорту. И вот мы в гараже. И идем выбирать машину. Майкл говорит, это номер 14. Ну, идем, смотрим, где номер 14. Машина уже открыта. И ключи в машине. Но знаете что? Это был бы не Майкл, если бы мы сразу сели в ту, которую надо, машину. Видите? Здесь чемоданы. И там номер 13, а наша на 14. Садимся. Да я сама, Ворона, надо было номера посмотреть. Не в ту сели. Ну, нас, правда, потом остановили. Сказали, вы не в ту машину, ребят, сели. Ваша гораздо меньше. Ну, правильно, мы поменьше и выбирали, чтобы поэкономнее на газе. Потому что мы будем очень много ездить. Сейчас мы едем на Кии. Короче, Майкл перепутал номера, а я не проверила. Ну, и поржали. И ничего. Наш отель или мотель называется Лимонное дерево. Вот мы сюда и подъезжаем. О, наш номер имеет название. Это Камелия. Как здорово. А соседский называется Касалуна. Ха. Вот. Ты вела, мальчай. Короче, вон он Лимон 3. Наш Мот Хэлл. И добро пожаловать в гости. Эти номера недорогие, но где-то 160-170, по-моему, долларов за ночь. Мы будем здесь ночевать 3 ночи. Потом переедем в другой город. Микроволновка. Тостер. Кофе-барочка. Телевизор. Маленький холодильник. О, холодный. Кровать. Трубочки. Фен. О, вот такой высокий. И ванная. Большая ванная. Душевая, не ванная. Окей. Жить можно. О, пиво. Пиво. Где пиво? Нету пива. Нету пива. Вот так, скромненько. И клозит нашла я. Платье гладить. Ах-ха-ха. Смотрю. Тумбочки такие. Знаете, как вот. О, библия. Тумбочки такие кроватные. Знаете, как раньше в больницах, помню. Вид 50 назад были. Точно. Один в один. То есть ты в больнице лежишь, а рядом с твоей кроватью вот такая тумбочка. И там ты хранишь свою еду. Полчаса от аэропорта, и мы уже на месте и гуляем рядом. Рядом машину оставили, и от центра города мы совсем недалеко. Самая популярная улица в городе Нейплс. Мы переехали сюда из Форт Майерса. Это называется Фивз Авеню. Пятая Авеню. На улице, наверное, градусов 18. Люди ходят совершенно в легких платьях. Мне немножко прохладно. Пятая Авеню в Нейплс. Мы здесь были в 2019 году. Здесь магазины, здесь рестораны. Гуляй не хочу, думаем, где бы нам покушать. Мы вылетели из Питцбурга в 5. Летели 2 часа. Сюда прилетели в 8, пока доехали уже 9 часов. Решили поесть в итальянском ресторане. Знаю, вам будет интересную цену. Я заказала пасту с курицей. Майкл заказал итальянский хлеб. Какой-то там салат. Очень вкусный итальянский хлеб. Пропитанный маслом с чесноком. Ммм, тёплый. Короче, моя курица с пастой стоит 30 долларов. Хлеб вот этот там на тарелочке долларов 6, по-моему. Майкловский салат 9 долларов. Мы заказали пиво, но нам забыли его принести, потому что уже было поздно, ресторан закрывался. И потом официант приходит, говорит, а, всё хорошо. Мы говорим, да, всё хорошо, только пиво не принесли. Он говорит, о, сейчас исправлюсь. Принёс пиво. И, правда, это пиво он в счёт не включил. Ну, потому что уже принёс после того, как мы поели. И мы ему оставили хорошие чаевые. И если вы видите, в заднем плане народ веселится, гуляет, и масок ни у кого нет. Я так удивилась, думаю, ого, может быть, потому что вечер, может быть, потому что вот тут рестораны, все гуляют. Ну, да ладно, мы приехали вообще-то сюда, в Нейплс, на свадьбу к Замени. Мы с ней познакомились через YouTube и встретились вживую в 2019 году в сентябре. Вон она, справа от Майкла. Завтра будем гулять на её свадьбе здесь, в Нейплс. Продолжение следует...